С работы идешь, аж реветь охота. Вот так все выворачивает. И по выходным тоже. Рвоту, головную боль, обострение хроники для жителей Боровихи обеспечивает завод по производству костной муки. Кислый запах протухших туш отсюда идет на все село. Сами понимаете, лето, жара, духота, и мы с закрытыми окнами. Дышать нечем абсолютно. И вовсе не выходить на улицу предпочитает в эпицентре Вони. Забор завода в нескольких метрах от жилых домов, что противоречит санитарным нормам. Даже сами чиновники говорят, что нарушено то-то, то-то. И это все, ну как бы оно толком не рассматривается. Экспертизы проводят, когда завод не работает. Или пишут предписание. Очистить источные воды, воздух. Это май 2018. В августе уже другое ведомство успокаивает. При бездействии завод приостановить. Все это осталось в рамках бумаг. Год назад разговор жителей с бизнесом на костях уже шел на повышенных тонах. Нас тогда впервые пустили на завод и озвучили планы. Установят накопитель для отходов, сепаратор для отделения жира и воды. Жир нам будет интересен, белок нам будет интересен. Да, это будет играть роль фильтра именно по очищению именно отходов. Сегодня нам даже дверь не открыли. А новый руководитель завода не взял трубку. При этом бизнес не стоит на месте. Недавно люди засекли слив отходов с другой стороны поселка. Там раньше были старые сливные сооружения. И вот он теперь их заливает. Понимаете? В село повалихи. Поймали машину, отобрали с этими жирами. А осталось куда им? Сейчас опять сюда. К этим полям фильтрации ведет труба от завода. И мужчина уверен, скоро здесь будет вонючая жижа. Как и в двух полях по соседству, которые уже законсервировали. А судебное заседание о том, законен ли бизнес на костях, состоится на следующей неделе.